Всем привет! Вы смотрите Труджим, и с вами Свежинцев Роман. Перевел для вас пресс-конференцию с Дастином Парье после боя против Хабиба Нурмагомедова. Ответы Парье получились очень эмоциональные. Приятного вам просмотра! Дастин, я прямо тут перед тобой. Я знаю, что ты разочарован результатом, и долгое время будешь думать, что же произошло в бою, но можешь ли ты рассказать нам, что Хабиб говорил тебе в клетке? Парень хороший. Он чемпион мира. Может, я мог сделать больше. Я ожидал от боя большего. Я был готов к нему очень хорошо. К 25 минутам. Он делал то, чего я и ожидал. Может, само собой я буду винить себя в поражении, но я переживу это вместе со своей семьей. Может быть, в моменты, когда я оказывался у клетки, я мог бы прилагать больше усилий, чтобы подняться. Это вопрос, который будет меня мучить до конца жизни. Я знал, что в раундах он будет одерживать победы, проводить дейкдауны и доминировать. Будет напрягаться и вспотеет. Я ощущал, как он слабеет. Перед этим боем я думал, что третий, четвертый и пятый раунды будут за мной. В первых двух я сдаваться не планировал. Я знал, что будет тяжело. И когда я возвращался в угол, после каждого раунда, да и с самого начала, много урона я не получал. Рассечений после его ударов не было. Я думал, чем дальше будет заходить бой, тем больше у меня будет шансов. Но понимаете, это бои. Всегда происходит что-то жесткое. Насколько я помню, во втором раунде ты нанес ему пару хороших ударов. И затем была гильотина. Как думаешь, в эти моменты, насколько победа была близка? Гильотина была глубокой. Но я буду вспоминать до конца жизни, почему я не сделал фулгард. Я держал только одной ногой, и он смог выйти. Выйти из гильотины. Мне нужен был фулгард. Не знаю, почему я это не сделал. Нужно было схватить его корпус обеими ногами. И удерживать. Но я этого не сделал, и он вышел. Снизил давление. А когда я попал, может, нужно было провести тейкдаун. В стойке мне казалось, что я ничего не могу. В стойке он очень неудобный. На апперкоты он опускает голову. И я не мог попасть, пока не встал в правшу. В стойке были постоянные обмены ударами. Все время одиночные удары. Наклоняется, я бью коленом. Или выбрасываю апперкот. Я не мог поймать ритм. В моменты, когда он отходил, мне было тяжело проводить комбинации и... И поймать ритм. Все это звучит как куча оправданий, но... К этому бою я был готов. И от этого еще больнее. Я понимаю, что сейчас ты вряд ли думаешь об этом, но Хабиб сказал после боя, что поможет твоей благотворительности. Я не знаю, слышал ты или нет, но Дана тоже сказал, что поддержит вложение, которое хочет сделать Хабиб. Знаете, это великолепно, ведь это поможет многим людям. Мы копаем колодцы в Уганде. И я уверен, с этими вложениями мы доведем дело до конца. Сделаем солнечные батареи и водонапорную башню для пигмеев, и сделаем детский дом. И школу в Уганде, я этим очень горжусь. Я хотел уехать чемпионом. Я чувствую себя подавленным. Я все это ценю. Я про помощь в благотворительности. Фонд будет расти, и я за это благодарен. Я хотел вас спросить, сильно ли он давил на твою выносливость? Ведь многие бойцы до этого заявляли, что его ритм тяжело держать. Нет, такого не было. Со мной все было хорошо. Вроде бы во втором раунде ты потряс Хабиба. Как думаешь, в этот момент ты мог бы его финишировать? В этот момент, во втором раунде. Да, я видел, что попал хорошо. Он сделал хорошую работу. Сохранил невозмутимое лицо. Мол, ничего не было. Но я видел, как подкосились ноги. Мне было тяжело попадать ударами. Я боялся тейкдаунов и бил размашистыми ударами. Вместо работы ногами и комбинаций. Насколько я помню, я потряс его кроссом во время смены стойки. Но во время сильных ударов он все время уходил назад. Затем я нанес удар правой из стойки правши. И потряс его. Нанес урон. Он хорошо уворачивался. И был невозмутим. Но я не устроил безумие, как делаю это всегда. После промаха парой размашистых ударов я отступил. И потом вроде попал коленом. И вроде этот удар коленом тоже его потряс. Но этого было мало. Понимаете? И я буду с этим жить до конца моих дней. Ты сказал, что на какое-то время хочешь взять перерыв. Что будет дальше с твоей карьерой? Мужик. Сейчас об этом тяжело говорить. Это был мой 41-й бой. Мне всего 30 лет. И у меня было так много всего в карьере. Это, блин... Что дальше, пока не знаю. На самом деле, я думал... В предыдущие 10 недель подготовки к этому бою... Думал, что звезды сошлись. И что ночь за мной. Я думал, это типа... Как судьба, но... Я продолжаю плакать даже сейчас перед вами. Для меня это многое значило. И, ну... И провести... Такое выступление... Я... Во время боя... Я ждал каждого раунда. Я думал, победа за мной. И... В позднем бою начну забирать верх. Но... Он настолько... Умело распределяет вес и держит равновесие у сетки. А в позиции наверху он настолько... Силен. Но его сила переоценена. Я дрался с ребятами и посильнее. Но его навыки и баланс, они очень хороши. На самом деле, сегодня я думал, что полечу домой. В США неоспоримым чемпионом. И это больно. Я вернусь и поговорю с женой. Я знаю, что я способен еще на многое. В бою все было хорошо, как и в подготовке. Но я дерусь не ради того, чтобы драться. Я дрался, чтобы стать чемпионом. Такая возможность выпадает нечасто. Я вернусь домой. И там уже подумаю. Что буду делать дальше? Дастин, я из все об ММА из Бразилии. Я просто хотел сказать, ты парень молодой. Впереди, в будущем тебя ждет долгая карьера. Сегодня ты дрался очень хорошо. И было невероятно смотреть, как ты дерешься. Поэтому держи голову выше и продолжай идти вперед. Ты очень хороший боец. Ты правда очень хороший боец. Вернись домой. Немного отдохни. Бога, для тебя хорошее будущее в UFC. Не переживай. Спасибо тебе. Я думаю об этом так же. Но до конца жизни я буду себя спрашивать, Мог ли я сделать больше, избежать каких-то тейкдаунов и стараться лучше, когда оказывался у клетки. Дома я буду задавать себе этот вопрос. Но раньше я уже проигрывал. Привет, Дастин. На пресс-конференции в Лондоне, перед этим боем, Хабиб хвалил тебя как бойца и говорил о тебе много хорошего. Но так же он говорил, что такого давления ты еще не ощущал. Того, которое он тебе покажет, что такого с тобой еще никогда не было. Скажи что-нибудь об этом. Каково оно на самом деле, давление Хабиба? Как я уже и говорил, его сила, она немного преувеличена. Но с равновесием у него будь здоров. И с решениями тоже. Когда он менял захват около клетки, я понял, что он хороший грэпплер с крепкими бедрами. И он очень сильно давит. Высокий уровень. В бою все было хорошо. Как и всю последнюю неделю. А подготовка к бою и весогонка были лучшими. Но никаких оправданий. Хабиб это чемпион мира. Спасибо, ребята. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.